Когда был выпущен первый Коран? Встреча ректора КФУ Линара Сафина со студентами из Томска. Что обсуждали в зале Попечительского совета? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елизавета Газизянова. В стенах Казанского федерального университета пройдет международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2023. Мероприятие состоится в Институте психологии и образования в период с 24 по 26 мая 2023 года. Основная тема форума – качество педагогического образования в условиях современных вызовов. ИФТ – мероприятие, которое ежегодно посещают представители вузов со всех континентов. И этот год не станет исключением, несмотря на сложную политическую ситуацию в мире. Более подробно о событии расскажем в одном из наших следующих выпусков. 220 лет назад в Казани был выпущен первый тираж Корана. Произошло это в мусульманской типографии на базе Императорского Казанского университета. Накануне состоялось открытие мемориальной доски, посвященной этому событию. Все подробности расскажет моя коллега. Новая мемориальная доска, посвященная изданию в Казани первого тиража Корана, накануне была установлена в Казанском федеральном университете. Именно здесь почти 220 лет назад в первой в России мусульманской типографии в свет вышло полторы тысячи экземпляров. Настолько выверено, проверено, чтобы не было допущено ошибок при печатании этого издания Корана. И сегодня, открывая стенд-табличку, мы воздаем должное нашим предкам. Увековечиваем память о великом издании, которое известно во всем мире как Казан-Пасмаса. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие Раис Республики, ректор Казанского федерального университета, а также представители духовенства. Это событие имеет особую ценность не только для мусульманского сообщества, но и для Казанского университета. Решение об увековечении памяти о первом издании Корана в Казани было принято на ученом совете Казанского федерального университета в ноябре 2022 года. Исторически, если посмотреть, оказывается, типографии тогда были запрещены, чтобы вот этот Коран заиспечаток, было разрешение царя, чтобы вот этот Коран появился. И он появился не случайно, потому что это потребовало время. Вот те войны, когда роль мусульман и работа с мусульманами для государства была государственной задачей. Отметим, что Казань стала широко известным в мусульманском мире центром печатания Корана. Почти за сто лет в азиатской типографии было издано около 165 тиражей полного текста священной книги. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. В зале попечительского совета прошла встреча ректора Ленара Сафина со студентами по обмену из Томска. О том, как прошла встреча и какие впечатления оставил Казанский федеральный университет у гостей, смотрите в следующем сюжете. В зале попечительского совета Казанского федерального университета прошла встреча ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина и студентов, приехавших из Томска для обмена опытом. На мероприятие поднималось множество вопросов, начиная от самочувствия приезжих студентов, заканчивая обсуждением перспектив в обмене студентами на грядущий год. Ректор отметил, что следует внести коррективы в нынешние правила обмена и увеличить срок пребывания иногородних студентов в Казани. Мы с вашим ректором договорились, что не будем ждать, пока нам министерство организует и профинансирует эту программу по обмену. Давайте-ка мы сами ее организуем и обменяемся студентами. Поэтому с Эдаром Владимировичем мы так договорились, пожали руки и превратили эту идею в жизнь. Встреча проходила в неформальной обстановке. Студентов угостили татарскими национальными сладостями и расспросили об общих впечатлениях гостей от третьей столицы России. Кроме того, каждый из них смог высказать свое мнение о формах обучения в Казанском федеральном университете, о месте проживания, то есть деревне универсиады, а также об общих впечатлениях о городе Казань. Вас поблагодарить за данную поездку, потому что, знаете, это такая, наверное, некая разрядка перед предстоящей сессией, потому что мы сейчас приедем и начнется. И те эксперименты, которые мы ставим у себя на вашем современном оборудовании, да, хотелось бы отметить техническое оснащение Казанского университета, это очень впечатляет. По итогам встречи студенты из Томска поделились своими впечатлениями и проявили интерес к подобным инновациям в области программы по обмену. Обе стороны надеются на подобное сотрудничество, но уже на более продолжительный период. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялась встреча генерального консула Республики Казахстан с руководством университета. Что обсуждали на мероприятии, расскажет наш корреспондент. В зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялась программа повышения квалификации. Она предполагает учебные и практические занятия по актуальным темам государственного управления. Управление персоналом, профессионального развития, экономической деятельности, предоставление государственных услуг и подготовки управленческих кадров. И сегодня действительно университет это продолжает. Если говорить в целом о повышении квалификации, то университет сегодня входит в пятерку вузов, которые осуществляют программу повышения квалификации. Более 25 тысяч работников из реального сектора экономики, из сферы государственного управления. Во время торжественного открытия программы ее участников приветствовали проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев, генеральный консул Республики Казахстан Ерлан Искаков, руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республике Татарстан Александр Белов. Татарстан и Казахстан – это два братских народа, мы об этом постоянно говорим. И вот надеюсь, вот это обучение, оно тоже внесет свою лепту в укрепление нашего межгосударственных отношений. Исторически так сложилось, что Казахстан давно уже присутствует здесь, и здесь даже вывеска есть нашему славному Джагирхану. И то, что вот такая традиция продолжается, это говорит о качестве обучения, и это говорят и цифры. Генеральный консул Республики Казахстан сообщил, что в России учатся 69 тысяч студентов из Казахстана, в том числе в Приволожском федеральном округе – 5 тысяч. Из них в Республике Татарстан – более тысячи. Генконсул пожелал участникам программы не только получить знания, но и познакомиться с культурой Республики. Амира Ахтемов, Аризахи Даглы, Универньюс. Приемная кампания в самом разгаре. Казанский федеральный университет продолжает принимать абитуриентов в ряды своих будущих студентов. О правилах поступления и сроках проведения экзаменов узнавала наш корреспондент Кристина Отекина. 22 мая в стенах Института психологии и образования прошло первое установочное совещание для технического секретариата, которое возглавил ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик. Также на встрече присутствовали сотрудники колл-центра КФУ, которые будут следить за исправностью работы личных кабинетов абитуриентов и отвечать на поступающие сообщения и звонки. Комиссия и приемная кампания распахивают свои двери 20 июня. Основной прием продолжится до 25 июля. Нужно будет подать заявление и в рамках каждого заявления выбрать направление и расставить их в той системе приоритетов, как планируют зачисляться к нам абитуриенты. Также к завершению подошла серия первых ступидных испытаний для иностранных абитуриентов, прием которых начался еще в марте. Впереди будущих студентов ждут экзамены по истории, географии и профильному языку. Казанский федеральный университет по-прежнему не председает удерживать высокую планку и с каждым годом принимать все больше иностранных студентов. Сегодня прошло уже 1300 человек процедур внутренних ступидных испытаний. Это в 10 раз больше, чем в прошлый год. К тому же ответственный секретарь приемной компании Александр Бибик поделился планами на оставшиеся сроки проводимых экзаменов. Для тех, кто не успел попасть в основной поток сдающих, будет организована отдельная серия ступидных испытаний в летний период. Поэтому приемная компания Казанского федерального университета по-прежнему открыта для всех желающих. Также те ребята, у которых произошли технические сбои или бы просто не подключились к процедуре, сейчас тоже смогут пройти ее на летнем этапе. Ну и в целом они вступают в общую приемную компанию и будут действовать по ее правилам в рамках общего конкурса. Напомним, что подробнее ознакомиться с правилами поступления можно на сайте приемной комиссии или по телефону 8 800 700 92 75. В Казанском федеральном университете состоялась олимпиада для иностранных студентов из разных регионов страны. Подробности далее. В Казанский федеральный университет с каждым годом поступает все больше иностранных студентов. Очень важно помочь им адаптироваться в новой для себя обстановке и выучить русский язык. Именно поэтому до обучения на профильном направлении у них есть возможность поступить на подготовительный факультет. Здесь они не просто изучают язык, они погружаются в новую для себя культуру. Ежегодно Казанский федеральный университет проводит олимпиаду для студентов подготовительных факультетов со всей России. Как отмечают сами участники, это отличный способ попробовать свои силы и проверить знания. Мы подвели итоги и наградили лучших из лучших. Наградили ребят из многих стран мира. Там порядка 35 стран принимало участие. То есть ребят, которые учатся на подготовительных отделениях различных вузов Российской Федерации. В рамках олимпиады были представлены несколько блоков заданий. Задания на знание русского языка и специальных дисциплин в области гуманитарных, естественно-научных, технических и медико-биологических направлений. Я готовилась к олимпиаде. Не скажу, что задания были слишком сложными или легкими, но помимо органической химии, она достаточно сложная для понимания. Конечно, было чуть-чуть сложно, но мы рады, что мы активно участвовали и тоже выиграли. Сама олимпиада проходила в два этапа. Первый заочный, второй очный. Для Казанского федерального университета проведение олимпиады – возможность привлечь потенциальных абитуриентов. Уже в июне им предстоят вступительные экзамены. А значит, время выбора подходящего вуза все ближе. Мы друг с другом разговариваем, и у нас тоже есть как маленький клуб. Это официальный клуб, это просто клуб наших друзей. Вечером мы с ФМС один час просто практикуем по русскому языку. Отметим, что жизнь слушателей подготовительного факультета не ограничивается занятиями. Студенты знакомятся с русской культурой, развивают свой творческий потенциал и занимаются наукой. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжет из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова